Нет для христианина праздника более любимого и значимого, чем День Светлого Христового Воскресения. Кажется, что в воздухе разлита пасхальная радость, и весь мир готов вторить тропарю. Для жителей Брестского Дома ветеранов эти пасхальные дни знаковы вдвойне. Ведь каждый год на Пасху у них в гостях их духовный наставник, епископ Брестский и Кобринский Иоанн. У нас каждый год уже приезжает на Рождество и на пасхальное поздравление Владыка Иоанн. Наши жители очень ждут этой встречи, готовятся. Это поистине действительно очень такой большой праздник, душевный праздник, когда каждый человек думает о своем бытие, о своей духовной чистоте. И поэтому особенно в пожилом возрасте это необходимо. Мы очень рады, что Владыка всегда нас радует своим приездом. Пасхальные мероприятия – одни из наиболее радостных и светлых для каждого верующего человека, когда вокруг любимые, родные и такие близкие сердцу люди. Каждый год подобные встречи становятся еще более теплыми и семейными. Традиционно на сцене разворачивается настоящая концертная программа с музыкальными поздравлениями и театральными миниатюрами. Однако с особым трепетом ожидают жители дома ветеранов слов Владыки. Молодое поколение, оно, я уверен, нуждается в опыте вашей жизни. И каждого уже человека в годах, каждый человек в годах имеет опыт жизни и может передать все самое лучшее, все самое доброе будущим поколениям. Поэтому живите подольше, радуйте нас подольше. Ну и, конечно, будем встречаться. Только духовное слово может дать надежду прибавить уверенности в себе и в своем выборе. Именно этого так не хватает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Каждый год, приезжая на такие праздники, владыка Иоанн старается поддержать своих духовных чад, направить их на путь смирения и покаяния, благословить на новое начинание и вместе с тем порадовать небольшими приятными подарками, которые любят все, независимо от возраста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.